На прокурорском контроле. Сотрудники надзорного органа подвели итоги работы за первое полугодие. Главный вывод – криминогенная обстановка в области стабильная. Раскрываемость убийств и изнасилований – 100%. Меньше стало грабежей, разбоев, угонов машин, снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Между тем, озабоченность прокуроров вызывают регулярно выявляемые случаи мошенничества, когда преступники воруют деньги с банковских карт. Найти и наказать злоумышленников сложно. Виновный находится на территории другого региона, владелец карты находится на территории Владимирской области, расхититель начинает перемещаться с региона в регион. Всё это приводит к сложностям в раскрытии этой категории преступлений. Коснулся Игорь Пантюшин и национальных проектов. Их всего 12. Область не участвует только в одном. Реализация идёт не так гладко, как написано на бумаге. Галочка-то чиновниками поставлена. А по факту? Мы столкнулись с такими фактами, что ФАП построен, а работать там некому. Жители есть, а врачей нет. Вроде бы программа выполнена, медпункт построен, точнее, акушерский пункт построен, а цели не достигнуты. Есть вопросы к закупкам лекарственных средств. То есть, не всегда они закупаются вовремя, той потребности. СМИ прокурор поблагодарил за небезразличие к жителям Владимирской области. По словам Игоря Пантюшина, большая часть проблем, которые затрагивает телевидение, газеты, интернет-издания, лично у него на контроле. На стол мне укладывают пачку распечаток с вашими репортажами, статьями и всем остальным, на которых я ставлю визу, проверить, доложить к такому-то сроку. Честное пионерское.